Герои нашего следующего сюжета во время войны потеряли родственника и более 70 лет не могли принести цветы ни к его могиле, ни к его памятнику. Советский матрос Яков Найденов числился пропавшим без вести, но его фамилия оказалась говорящей. И солдаты нашли, ростовские поисковики, правда всего год назад, под Таганрогом. Об этом мы рассказывали в новостях и после нашего эфира к нам в редакцию позвонил житель Краснодара и сообщил, что он внучатый племянник героя. Наша съемочная группа отправилась к нему в гости, чтобы изучить генеалогическое древо семьи. Честно, ёкнула тогда, когда я заходил к матери, и передача как раз и шла. Я ее не спросил. Это не наш отец? Она говорит, нет. Ну что да ёкнула. Душа потянула, чтобы ее найти и привезли сюда. Точку в предчувствиях Валерия поставил звонок тете. Алла Сергеевна позвонила племяннику сразу после эфира новостей и сообщила. Найденов Яков Андреевич – родственник. Найденов Яков 1899 года и Фрунзе 104 адрес. Жена Наталья. А что еще нужно для подтверждения? Я не знаю. Все сходится. По словам пенсионерки, на этом снимке тот самый Найденов со своими сестрами. Одна из них – мать Аллы Сергеевны, другая – бабушка Валерия. Соответственно, они – племянница и внучатый племянник Найденова. Кстати, об адресе. Найденов проживал на Фрунзе 104. Его возможные родственники живут на Фрунзе 124. Оказывается, после войны изменилась нумерация на этой улице, и раньше этот дом действительно был 104. Сей факт семья выяснила, когда проводили приватизацию. Наш прадед строил это типа постоялого двора, рядом жильщиной базар, и хотел на старый след сдавать. Эта задумка так и не воплотилась в жизнь. В квартирах проживали не постояльцы, а родственники. Семьи раньше были большие, многодетные. Между собой жильцы так и говорили – Найденовский двор. До самой войны чужаки не из клана Найденовых здесь не проживали. Поэтому призваться на фронт отсюда мог только родственник. По словам Аллы Сергеевны, вот в этом домике и жил Яков Найденов. Вместе со своей женой. До войны он был механиком. Читал, читал и читал. У него жена, Наталья, была учительница. Мама, когда приходила, говорит, оба читают. Высочетали? Начитанный. Самоучка была. Есть в этой истории и две несостыковки. По данным Краевого военкомата, у Найденова Якова, помимо жены, был сын Федор. А во время оккупации супруга с ребенком перебралась в Казахстан. По воспоминаниям Аллы Сергеевны, семья была бездетной. И Наталья Краснодар не покидала. Якобы потомки советского солдата уверены – архивариусы ошиблись, перепутались с кем-то. Пускай даже остатки остались, но этот человек, он дал свою жизнь. Защищая свою родину, защищая своих детей. Пускай не его дети родные, какие-то чужие дети. Но и защищал. Защищал страну от фашизма. Свою жизнь морской пехотинец Найденов потерял в настоящей мясорубке. В марте 42-го под Таганрогом развернулся жесточайший бой за курган с Аленой. За три дня погибло более полутора тысяч матросов 102-й стрелковой бригады. Удержать высоту не удалось. Фашисты бросили на наших танки. Ростовские поисковики не первый год работают на том месте. Яков Найденов – один из немногих, чьи останки удалось опознать по именному жетону. Воин лежал в окопе на глубине двух метров с пулеметом в руках. Рядом с ним портсигар, противогаз, котелок и две гранаты. Применить их матрос так и не успел. Все-таки человек отдал жизнь у нас здесь на Меусфронте в Неклиновском районе. И мы считаем, что он должен быть похоронен в Краснодаре, откуда он прозывался. Вопрос о перезахоронении взяли на себя городские власти. Уже определено место на Славинском кладбище и примерная дата – в апреле. Церемония пройдет со всеми положенными почестями. Эту миссию на себя возьмет военкомат. А пока Валерий собирается в дорогу. Поедет на тот самый курган под Таганрогом. Говорит, что должен увидеть место, где погиб дед.